В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Это, конечно, плюс, это хорошо. Акция «Зеленая Анапа». В городе появилась новая липовая аллея. Многие жители села Супсех пользуются ею как объездной дорогой. Супсех становится ближе. Город с сельским округом теперь соединит новая асфальтированная дорога. Вы молодцы! Вы сегодня надежда нашей России. Минифутбол стирает границы. Турнир на Кубок Совета молодых депутатов, который состоялся в Анапе в четвертый раз, стал межмуниципальным. Глава Анапы Юрий Поляков заручился поддержкой депутатов Законодательного собрания края по вопросу передачи муниципалитету пустующего здания, в котором можно разместить школу. Помимо этого, народные избранники обсудили перспективы социально-экономического развития курортных городов и аграрной отрасли. Сегодня в Анапе прошло выездное заседание комитетов краевого парламента. Подробности в нашем материале. Анапу ежегодно выбирают миллионы туристов. Курорт динамично развивается. Рост объемов в санаторно-курортной отрасли за минувший год более 15%. Однако есть потенциал, связанный с водолечением. В администрации муниципалитета предлагают принять на краевом уровне программы по продвижению больного грязи в их курортов Кубани. Еще одна отрасль с высоким потенциалом – виноградорство и виноделие. К 2020 году производство должно превысить 21 тысячу тонн винограда. Приходят крупные инвесторы. А это означает, в том числе, новые рабочие места. Действительно, за столь короткое время смогли найти самые точки роста, о которых мы говорим, в сельском хозяйстве Анапы. И действительно, вот пошагово сегодня есть программа, по которой они работают. То есть это направление, оно в Анапе как раз-таки самое перспективное. И если, конечно, оно продолжает такую поддержку, все будет, думаю, что действительно в рамках именно указа президента, который есть по этому направлению. Социальная сфера также развивается. Идет строительство детских садов. Есть проекты, связанные с реконструкцией уже действующих дошкольных учреждений. Начато проектирование школы в микрорайоне Горгипе на 1550 мест. Ее планируют сдать в 2020 году. В школе номер 6 возведут новый корпус на 400 мест. Глава курорта Юрий Поляков обратился к краевым парламентариям с просьбой содействовать в передаче муниципалитету бывшего здания РГСУ на улице Тургенева. Это фактически готовое образовательное учреждение. Стоит здание, четыре этажа, где свободно можно сделать школу. То есть оно не занято? Оно не занято. Пустое, они не работают все. Это храняется? Ну, конечно, да. Поэтому, если есть какая-то возможность дать нам поддержку в этом плане, администрация знает, там все знают, но надо как-то ускориться. Хорошо, хорошо. Финансирование проекта по формированию комфортной городской среды в Анапе идет согласно графику. До конца года завершат благоустройство шести дворовых и одной общественной территории общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На 2019 год запланировано благоустройство еще четырех дворов. Выражаю всем вам, дорогие друзья, слова искренней признательности за постоянное внимание кубанского парламента к нашему городу-курорту. За серьезную поддержку, которую, я уверен, ощущают все анапчане. По итогам депутаты краевого парламента пожелали главе курорта Юрию Полякову и его команде сохранять динамику развития муниципалитета. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Сегодня на улице Ивана Голубца высадили полтора десятка лип. По поручению главы Анапы Юрия Полякова муниципальные службы продолжают озеленение города. Благоустройство ведется и во дворах многоквартирных домов. Результат работы оценила наша съемочная группа. Напротив парка Ореховая роща появилась новая аллея. Масштабное благоустройство идет по всему городу. Акцию по озеленению Анапы в прошлом месяце объявил глава курорта. Сегодня это одно из основных направлений в работе управления жилищно-коммунального хозяйства. Ранее мы заявляли, что по поручению главы мы восстанавливаем зеленый пояс города Анапы. Не только там, где спильные деревья, но и высаживаем новый. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство ведется во дворах. Эта площадка на улице Терская. К концу ноября здесь появится многофункциональный спортивный комплекс с турниками и детскими тренажерами. Местные жители признаются, считают дни, которые остались до открытия площадки. Раньше им приходилось водить детей на прогулку в соседние дворы. Такой же спортивный комплекс появится и на улице Ленина. Дай-то Бог, чтобы все было по уму. Очень хорошо, очень хорошо. Сверху особенно смотрится. Чтобы поставили нам лавочки также, чтобы детям были хорошие спортивные снаряды. Вот тогда, конечно, понравится. Это, конечно, плюс, это хорошо. Но сильно много смотрим камнем. Нам бы хотелось, чтобы земли было. Травка, земля, зелень. Сейчас ведется укладка тротуарной плитки, подсыпка, плодородного слоя для клумб и цветников. Следующим этапом станет установка детской игровой зоны и турников. Многофункциональные площадки будут открыты уже в начале декабря. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. В селе Супсех закончили первый этап асфальтирования улицы Центральной. На месте грунтовой дороги, которую пользовались, чтобы объехать пробку перед въездом из города в село, теперь будет полноценная трасса. Протяженность всей улицы более километра. За две недели городские коммунальщики заасфальтировали половину пути. В работе было задействовано пять единиц спецтехники. Было принято решение именно здесь, потому что многие жители села Супсех пользуются ее как объездной дорогой. За счет пробок они выезжают на улицу Центральную и обещают пробки. Это лишь первый этап работы. Асфальтирование второй половины улицы начнется уже в следующем году. Работы возобновятся после январских праздников. Более двухсот жителей Станицы Анапской посетили День здоровья в местной амбулатории. Он был приурочен ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Медики призывают быть внимательными к своему здоровью, тем более что в городе-курорте есть все условия для того, чтобы проходить диспансеризацию. Главная особенность Дня здоровья – возможность пройти всех специалистов за час или немногим больше. Для удобства есть специальная схема. Во дворе передвижной флюорограф. Есть аппарат ультразвуковой диагностики. Возможности противно проверить содержание сахара в крови. А это первый шаг к выявлению сахарного диабета. Если первый тип требует обязательного приема инсулина, то второй может протекать относительно незаметно. Узнать, что человеку срочно требуется смена образа жизни, рациона питания, поможет выявить только специалист. Нет классических симптомов сахарного диабета второго типа, но есть нехарактерные. То есть немотивированная слабость, утомляемость, повышенная вялость, сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, прибавка веса или, наоборот, резкое снижение веса. Опасно даже не само заболевание, а то, к чему он может привести. В частности, осложнение сахарного диабета. Осложнение на глазах, на почках, на сердце. Я бы рекомендовала в любом случае обратиться в медицинское учреждение и первым шагом проверить уровень глюкозы крови своей. Четвертый турнир по мини-футболу на Кубок Совета молодых депутатов стал межмуниципальным. По мнению участников, чем больше команд и шире географии, тем интереснее играть. В свою очередь, организаторы намерены поддерживать этот интерес. Команда из Темрюка готовится к игре. Шесть лет назад Олега пригласил в команду «Товарищ». Затянуло. Предложения поиграть в Анапе приняли с интересом. Мы играем всегда между собой, а тут что-то новое, поэтому будет интересно. Также в турнире приняла участие команда из Геленджика. Такой формат способствует разбитию межмуниципальных связей. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сегодня, несмотря на то, что занимаетесь спортом. Вы молодцы. Вы сегодня надежда нашей России. Я хочу поблагодарить и поздравить вас с открытием этого турнира. Кирилл занимается в спортивной школе Олимпийского резерва. Футбол для него больше, чем увлечение. Планирует стать детским тренером. Его амплуа на поле. Защитник. Как говорит он сам, не жесткий, а скорее техничный. Настрой на соревнования боевой. С позитивом оторваться по полной. Разнообразие. Много команд. Большая игра. На кубке, медали, грамоты. Всего в четвертом турнире приняли участие 11 команд в двух возрастных группах. От 14 до 18 и от 18 до 25 лет. Организаторы первенства. Совет молодых депутатов города-курорта. Цель и задача привлечения максимального количества детей в любые виды спорта. Убрать детей с улиц. Чтобы они были за здоровый образ жизни. И до того, что нам необходимо здоровое наше будущее поколение. В старшей возрастной группе второе место у команды Гастагаевского сельского округа. Третье у Олимпа из Анапы. Среди юношей на втором месте сборная Гастагаевского сельского округа. Команда из Анапского сельского округа в напряженном матче вырвала третье место у гостей из Геленджика. Абсолютным победителем стала команда из хутора «Рассвет», завоевав первые места сразу в двух возрастных категориях. Александр, Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Воспитанники школы Олимпийского резерва и детско-юношеской спортивной школы номер 5 заняли поедестал открытого первенства города-курорта Анапы по самбо среди спортсменов 2006-2007 годов рождения, который прошел в субсихе. В соревнованиях приняли участие более 150 юных спортсменов. Первые места завоевали воспитанники тренера из 5-й спортивной школы Александра Бабарицкого, Алан Липунов и Анри Мирзаян, а также Ангелина Цыбан. Она тренируется у наставника из школы Олимпийского резерва Елены Броляковой. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь» Анапа Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Спасибо.